Продолжается программа Утро ТВ. 12 июня стартует чемпионат мира по футболу. Непременно вся наша страна будет болеть за сборную России. А где это можно будет сделать нам? Расскажет министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт. Доброе утро, Леонид Рапопорт. Доброе утро. Вы как истинный спортсмен в спортивном костюме. И только мы с нашей подкачали. Нет, когда мы говорим о сопереживаниях, когда мы говорим о фан-зоне, это же не театр. Поэтому надо быть в соответствующей раскраске. Леонид Романович, давайте расскажем нашим телезрителям и нам тоже, Саше, как Екатеринбург подготовился к этому грандиозному событию, чемпионату мира по футболу. Ну, прежде всего, для нас очень важно в рамках технологии, потому что мы будем принимать 2018 год, сегодня апробировать те вещи, которые будут связаны совместно с сопереживанием. И в этой связи подготовлена фан-зона, она будет от ЦПКО имени Маяковского. Будет работать, вы знаете, фактически месяц. Будет показано в рамках 11 дней 16 матчей. Начало в ночь с 12 на 13. Скажу, что, конечно, эта тема будет связана в том числе и с некоторыми разогревами, работа с болельщиками. Ну, это действительно очень важное и интересное событие, потому что совместное переживание, оно объединяет людей. И, конечно же, будем надеяться, что наши эмоции, вы помните эстафеты олимпийского огня, вы помните олимпийские игры, счет мира по хоккею, позволят дать ту энергию, которая позволит нашим спортсменам, зная ваши вопросы, все же выйти из группы. А как будет, как технологически устроена работа фан-зоны? Что это вообще такое? Фан-зона – это, соответственно, с требованием FIFA место просмотра матчей. Оно оборудовано теми условиями, которые необходимы в рамках цели безопасности, значит, свободного, комфортного времяпровождения. Там будут, в те дни, которые будут демонстрироваться матчи, и будет работать фан-зона, я сказал, что один из них будут некоторые прелюдии. Допустим, в ночь с 12 на 13 мы увидим настоящий бразильский карнавал. Там будут день мужика и день женщины, там будут вещи, которые будут связаны с экстримом. Там просто это надо видеть, это надо знать. Ну, а говоря о сопереживании совместном, конечно, очень важно быть соответствующим образом одетым, потому что будет немножко странно, если мы будем в смокинге смотреть и кричать там. То есть определенный дресс-код будет существовать? Ну, мне кажется, я тем самым и показываю. Тем более, что будет играть и наша страна. А что вот этих людей в галстуках и в бабочках выгонять будут? Я думаю, что на них место тоже найдется, но я думаю, что это будет их стеснять и не придаст той динамики и сопереживание, которое важно. А что будет, если кто-то распереживается настолько, что станет мешать окружающим? А вообще как с безопасностью? Злые охранники будут? Будут стюарты добрые и корректные. И, конечно же, в этой связи это будет сделано так, чтобы сопереживания какие-то, если будут буйные, конечно же, они будут проводиться, видимо, в ограниченном пространстве ином. Эти вещи тоже предусмотрены. А вообще подсчитывали, сколько болельщиков в Екатеринбурге и Свердловской области? То есть вот эта вот фан-зона в парке Маяковского, сколько людей сможет принять? Ну, говоря о футболе вообще, это самый массовый вид спорта в Свердловской области. Значит, ежедневно занимается около 55 тысяч человек. И только Саша Тарасов не занимается. Говоря о болельщиков, ну, в связи с тем, что мы все являемся специалистами как минимум в области спорта, то я уверен, что сопереживать будет более миллиона человек. Конечно же, фан-зона, это в рамках первых технологий вместимостью будет около 5 тысяч человек. Но это очень комфортное и удобное место, потому что именно там мы планируем из планы делать основную фан-зону под ЧМ-2018. Важно рассказать, что ведь на этот чемпионат мира уехал наш земляк, тагильчанин. Какая-то с ним команда поддержки уехала вместе, не знаете ли? Ответ не точный. Вопрос не точный. Значит, два земляка нашего. Два? Значит, и Шатов, и Канонников, которые представляют, соответственно, клубы «Зенит» и «Рубин», представляют город Нижний Тагил, будут участвовать в основном составе нашей национальной сборной. Конечно, это придаст, это впервые за историю вообще, участие советских, российских спортсменов. Тагилы рулят. Ну и, конечно же, я уверен, что, по-видимому, организованные зоны будут в том числе и Тагили, но я думаю, что и делегация Тагила тоже прийдет в эту фан-зону. Здорово. А только российские, участие российских, российской сборной будет освещаться в фан-зоне? Или там все матчи можно будет посмотреть? Вы посмотрите расписание. Смотрю. Демонстрация. Покажите раздрителям, все равно не запомнишь. Это реклама есть уже на бигбордах города Екатеринбурга, Бренд Маурах, тоже это есть. Кроме того, она есть уже и на социальных сетях. Поэтому приходите и все увидите сами. Лучше раз увидеть, чем услышать. Я согласна целиком и полностью. Леонид Таронович, спасибо вам большое, что с утра сегодня были с нами. Напомнить хоть нашим телезрителям, что у нас в гостях был министр спорта Свердловской области, Леонид Таронович Рапопорт. Спасибо вам еще раз большое. Прямо сейчас коммерческий короткий перерыв, после возвращаемся в эту студию.